МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Официально сообщалось, что инициаторами встречи выступили депутаты и обсудить должны были дальнейшее развитие Красноярска. Хотя известно, что спрашивали у губернатора и про экологию, и про выборы мэра, и про проблемы жилищно-коммунального хозяйства. А перед заседанием губернатор заявил, что такие встречи необходимы, так как многие городские задачи не всегда удается решать без помощи краевого бюджета. Так сложилось сейчас распределение полномочий, формирование бюджета. Поэтому здесь всегда присутствует такой совместный предмет действий, совместное, если хотите, ведение, совместное понимание. Притом у городского совета есть свои задачи, в которые не должны вмешиваться какие-то государственные структуры. Губернатору края у депутатов горсовета накопилось много вопросов, всех их парламентарий смогли задать в ходе встречи, которая в этом году, по сути, стала первым открытым диалогом краевых и городских властей. Вот что в первую очередь волновало депутатов. Давайте послушаем их комментарии. На встрече с губернатором от депутатов прозвучало очень много вопросов, которые очень жизненно важны для города Красноярска и для нашего Красноярского края. Допустим, были заданы вопросы по схеме теплоснаружения, по его отношению к выборам мэра, установка памятников Сталину, Лебедю, вопросы, связанные с селом, вопросы, связанные с развитием города и с проведением универсиады, с пополнением бюджета, с экологией. То есть очень много вопросов, на что он довольно подробно и очень, скажем, доходчиво всем депутатам объяснял. В городе очень много проблем, при которых нужна краевая поддержка. Это в том числе и ветхое жилье, да, это в том числе и развитие социальных программ, это развитие и дошкольных учреждений, строительства детских садов. То есть было дополнительно в крае выделено 1 миллиард рублей на уменьшение очереди в детские сады. То есть здесь спектр большой, его сразу не обозначить, но это те проблемы, которые действительно влияют на социальный уровень жизни красноярцев, действительно влияют на наш вообще в принципе имидж нашего города. И все эти проблемы власть готова решать. После происшествия на улице Алексеева красноярцы стали внимательнее смотреть под ноги, ведь весь день телезрители прислали нам адреса из разных частей города, где есть провалы. Фактически в каждом районе Красноярска есть проблемные участки, где-то провалилась брусчатка, где-то просел или пошел волнами асфальт, а где-то из дорожного полотна ключом бьет вода. Зачитая несколько самых проблемных адресов, в центре города на остановке Робеспьера образовалась яма прямо на пешеходной зоне. Много проблем и во дворах. Провалилась брусчатка на Ленина в районе дома 126 и на Адылебедевой 149. Ведь все глубже и глубже с каждым днем проседает яма на перекрестке Копылова-Керенского. В советском районе провал во дворе 9 мая 55. В сквере на Николаево-Терешковой также провалилась брусчатка и местами тротуар. Жители надеются, что власти как можно скорее устранят дорожные ямы, чтобы ситуация, как на Алексеева, не повторилась. Еще одно видео крупного провала появилось сегодня вечером в нашей группе ВКонтакте. На кадрах отчетливо видно, что яма достаточно глубокая. Зрители сообщают, что с каждым месяцем она становится все больше и коммунальные службы пока никак не реагируют. Ну а я напоминаю, что для вас работает наш смс-сервис номер прежний 9020 в начале ТВК. Далее пробелы, текст вашего сообщения, ну а далее в выпуске небольшой блок полезной информации. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем выпуск и мы возвращаемся к теме провала брусчатки в Красноярске, где накануне едва не погибли женщина и ребенок. Она по-прежнему самая обсуждаемая. В администрации сегодня проходит совещание. За совещанием выяснили, что около 300 километров коммунальных сетей в городе являются бесхозными. Такая ситуация складывается практически вокруг каждой новостройки. В Красноярске нет механизма, который контролировал бы передачу всех отрезков сетей от застройщика в руки ответственных компаний. Сегодня в администрации заявили, уже обнаружили 85 километров никому не принадлежащих тепловых сетей. А всего без надзора около 300 километров. Прежде чем их кому-то передать, нужно еще найти. Сибиряк не передал эти сети по акту приема передачи. В город. То есть, допустим, для примера, участок от тепловой камеры до дома, он передан по акту приема передачи, где есть моя подпись, да, соответственно, Краскомам и Департаментам городского хозяйства. Здесь надо разбираться, почему Сибиряк построил эти сети и по акту приема передачи не передал. И сегодня глава администрации советского района Юрий Егоров извинился за свои слова. Сказаны накануне на месте ЧП во дворе дома 115 на улице Алексеева. Вот и не напоминаем. Сегодня Егоров списал свою резкость в адрес журналистов на нервную обстановку. Глава района принес свои изменения, но настаивал, что температура воды в яме была максимум 36 градусов. Действительно, горячей воды там не было. Я вчера, во-первых, хочу извиниться перед и ТВК, и другими компаниями за резкое высказывание, которое было вчера как бы во всех средствах массовой информации. Но извинения, однако, не отменяют необходимости городских властей отреагировать на подобные публичные выступления муниципальных служащих. А теперь к другим темам. Чья-то халатность или недоразумение. Десятки бесхозных писем с адресами получателей и отправителей. На привокзальной площади разбросаны прямо на асфальте. Об этом в редакцию новостей ТВК сообщили зрители. Большую часть конвертов, видимо, все же выкинули в мусорный контейнер. А вот остальные остались на парковке под машинами. Все конверты оказались аккуратно вскрыты. Уже позже нашлись их хозяева. На конвертах указан один получатель Сибирской линейной управления МВД. Представитель ведомства пояснила, что произошло недоразумение. Обратите внимание, это открытые конверты, полученные письма нами. Это, видимо, просто уборщик, когда уносила мусор. Кому? Сибирская ЛУИ МВД России Дюжеву, да? Это наш сотрудник. Это письма, пришедшие в наш адрес, вскрытые, изъята корреспонденция, а это пустые конверты, которые были выброшены. Это неправильно, что, смотрите, вся парковка, во-первых, мы ходили, собирали, еще половина лежат здесь. Нет, ну, вы знаете, я не могу проследить за уборщиком, куда он выносит конкретно. То есть это оплошность просто уборщика? Ну, да, я думаю, что да. Тем временем на Калинино почти вся улица была усеяна бахилами. Визуально они выглядят новыми, вот только как они там оказались в таком количестве. И что произошло на этом участке дороги, неизвестно. Некоторые красноярцы останавливались у обочины и их собирали. Трудное решение. Уже завтра главе города передадут протокол публичных слушаний по новой схеме теплоснабжения города. Напомню, что в понедельник все неравнодушные горожане могли высказаться за или против принятия документа. И в итоге решение участников отправить схему на доработку. Теперь Эдхам Акбулатов до 25 мая должен с решением согласиться или нет. Несогласны с проектом схемы теплоснабжения и в профильном министерстве. Министр промышленности и энергетики региона Анатолий Цыкалов уже обратился с письмом главе города с замечаниями касательно представленного документа. Там говорится в частности о необходимости включения в схему нескольких важных для города и края теплоисточников. Анатолий Цыкалов пишет, цитата, «Исключение схемы данных котельных повлечет за собой сокращение или полное закрытие производства промышленных предприятий». Напомню, об этом говорил и губернатор нашего края, который просил внимательно отнестись к разработке. «Не будут закрываться вполне конкурентоспособные источники генерации, таких большинство. И стремление там монополизировать рынок этого не будет. Те источники, которые по себестоимости и по экологическим выбросам, в общем-то, близки к показателям крупных ТЭЦ, никто их закрывать не будет. Они будут работать на своем сегменте рынка». Добавлю, что ранее Краевая природоохранная прокуратура заявила, что схема не может быть принята в нынешнем виде, и ее требуется направить на доработку. «Можно сделать категоричный вывод по результатам изучения данной схемы, что в таком виде схема теплоосложения приниматься не должна. Необходима участь все замечания, поступившие от специалистов, от экологической общественности. Мы свои замечания сформулировали в виде документа в департамент городского хозяйства и на имя главы администрации города. Поэтому наше категоричное мнение, что в данном виде схема теплоосложений приниматься не должна». Это «Ночные новости ТВК». Мы продолжаем выпуск «Склада Веста» в Красноярске. Наш город стал первым за Уралом, в котором презентовали новый концепт автомобиля. Для этого приехал даже президент «АвтоВАЗа» Буандерсон. Подробности далее в сюжете. «Цена. Цену мы скажем вам позже. Оставайтесь в тонусе. Но это будет лучшая цена в нашем классе». Цену пока скрывают, а вот автомобиль уже показывают. Президент «АвтоВАЗа» Буандерсон лично приехал в наш город, чтобы презентовать новинку «Лада Веста». Красноярцы отмечают интересный дизайн, а производители уверены в ее успехе. Основными своими конкурентами создатели «Весты» считают автомобили марки «Хюндай», «Киа», «Фольксваген» и «Тойота». Буандерсон признался, что сам лично испытывает новые автомобили «Лада», чтобы проверить их качество. Ну а стоимость машины называют от 500 до 700 тысяч рублей. «Я сам лично сажусь за роль двух последних автомобилей, изготовленных каждую неделю. Это не для себя, это для того, чтобы передать мнение о них нашим инженерам и помочь им улучшить наш продукт». Автомобиль «Лада Веста», формально представляющий собой замену модели «Лада Приора, гораздо крупнее своего ВАЗовского собрата по всем габаритным показателям – длине, ширине и колесной базе. У нее весьма просторный салон. Но появится эта машина на дорогах нашего города лишь через несколько месяцев, потому что начинаются продажи ее только осенью. Не только отечественные авто сегодня презентовали на мотор-экспо-шоу. Здесь выставили и ведущие мировые автобренды. К примеру, этот BMW первой серии вообще пока единственный в России и представили его в Красноярске. Автодилеры признаются, решение участвовать в выставке далось им с трудом. Презентация новых марок требует затрат, а ситуация на рынке сложная. Продажи новых иномарок упали в два раза. На мой взгляд и на взгляд нашей компании кризис вот-вот должен закончиться. Мы где-то около дна сейчас находимся. Я думаю, что к концу года ситуация будет улучшаться. Для ценителей исторических автомобилей на выставке открылась ретро-площадка. Александр Савенков пригнал сюда свою победу 52-го года выпуска. Мужчина рассказывает, у прежних хозяев эта машина 28 лет простояла в гараже и не заводилась. Ехал через мост три семерки в начале февраля. Меня обогнала такая же, такой же автомобиль победа, зелененького цвета. И как в песне у Высоцкого поется, я точно такую же хочу. В интернет залез, полазил в городе Барнауле, откуда я родом, нашел такой же автомобиль. Посетить автовыставку красноярцы смогут до воскресенья. Будут разыгрываться различные призы. Машину выиграть не удастся, но счастливчики смогут бесплатно помыть свое авто и получить сертификат на сервисное обслуживание. Екатерина Мут, Виталий Субботин, Новости ТВК. Далее в новостях ТВК проект проверка. Юлия Мавшович съездила в лицей номер 6, которым долго руководил Алексей Лобков, новый руководитель управления образования города. Подробности далее. Сегодня мы идем проверять лицей номер 6. Находится он на Кутузово, разделен на старшую и младшую школу. И 11 лет подряд этим лицеем руководил Алексей Лобков. Сейчас он назначен руководителем управления образования вместо Хромцова. Посмотрим на примере этой школы, какой же теперь будет хозяйственник управления образования. Слышит хорошо? Хорошо. Хорошо. Тетради приобретаем, да, за свой счет. Ну, у нас вот вода питьевая в классе стоит, то есть мы на воду сдаем там. А вот эти вещи тоже они покупали? Ну, это тоже на родительском собрании мы решили так. Чтобы и жидкое мыло, и салфетки. Жидкое мыло, да, и салфетки. Где-то они сами покупают кулеры, видимо, чтобы не пить вот из такого фонтанчика. Передайте сантехнику, чтобы он подрегулировал высоту фонтана. Ага. Ребенок у меня урок, ушиб, я хочу уточнить у медика, что у него конкретно. Не могу найти медик. А врач куда-то бедит? Ну, вот согласно расписанию, я не знаю, где ее расписание. А согласно расписанию расписание? Да, сейчас узнаем, почему нет. У них расписание особо, они не на полный день работают, они приходят по часам. Это не наша собственность, это из поликлиники нам отправляют. На первом этаже окна поменяли, на втором не поменяли? Средствами. В ремонт класса вкладывают родители, да? Ну да, по возможности, на их усмотрение. Что они хотят отремонтировать? Угу. Если генеральная уборка, привлекаем родителей. Родители к генеральной уборке? Что-то хотят, если хорошо, тщательно помыть окна, пропылесосит. Ну, кажется, это такие еще, по-моему, советского времени. Они с удовольствием сами предлагают свои условия. А уроки физкультуры у вас сейчас на улице проходят, да? Во время учебного процесса ремонт у вас идет? Учебный процесс у нас закончится в 5 часов. В 5 часов приходят люди, до 8 вечера работают. А что это вы тут делаете сейчас? Да, ремонт. Ремонт вы делаете сейчас? Да. А вы тут каждый день днем работаете? Нет. Только сегодня? Да. Ну, нам говорят, что сейчас здесь ремонтных работ не проходит. Тем не менее, здесь стоит пылина с толбом. Молодые люди продолжают свою работу. А что нам говорят правила СанПИНа о ремонтных работах во время учебного процесса? Запрещают. А почему тогда здесь они сейчас есть? К лагерю надо запрести в порядок. А, чтобы открыть лагерь? Ребята, всю работу прекращаем. Работа начинается после 5 часов. Все, мои хорошие. Сворачивайте все работы. Ребята, я еще раз вам повторяю. Вы прекращаете все работы. Мы зайдем в туалет. Мыло есть жидкое. Есть мыло кусковое. Есть сухие полотенца. Выкинуть-то мне бумажку. Видимо, некуда. У нас земля техничка убирает. Просто сегодня человек на больничном. А вместо нее никого нет? Нету. Здесь вот тоже бумага есть. В этом смысле нормы соблюдены. Перед столовой должны быть обязательно умывальники. И вода в умывальниках есть. А вот мыло практически не осталось. И здесь нет сухих полотенец, что является нарушением правил Санкт-Петербурга. Здравствуйте. Здравствуйте. Рассольник с огурцами? Конечно. Хотите попробовать? Да нет. А что, давайте? Вроде же маринованные нельзя. Маринованные нельзя с уксусом, а с лимонной кислотой можно. У вас с лимонной кислотой? Да, конечно. Обязательно. Могу показать банку. Готовим все непосредственно перед раздачей. Бракиражный журнал снимают, как положено, медик у нас обязательно. Покажите бракиражный журнал. Конечно. А вот посуду все-таки в этой столовой нужно обновить. Сколы и трещины. Перспектива у лицея номер 6, конечно же, есть. Сюда мы вернемся с нашей перепроверкой, потому что проверку новостей ТВК на сегодняшний день от образовательного учреждения не проходит. Не дотягивают они до того уровня, который мы видели среди образовательных учреждений города Красноярска. Юлия Мопшевич, Виталий Суботин. Новости ТВК. Ну а далее в выпуске традиционная рубрика «Блокпост». Партнер проекта М2М «Телематика Сибирь». Авторизованный сервисный центр по установке тахографов «Иглонас». Более двух миллионов подписчиков за один день. Именно столько пользователей начали читать твиттер президента Соединенных Штатов Америки Барака Обамы. Личный микроблок глава государства завел накануне. Моментально начал набирать популярность и тут же попал в Книгу рекордов Гиннесса за такой общественный интерес. Подписываются на страничку Обамы даже те, кто совсем ничего не понимают по-английски. Говорят пользователи сети. При этом некоторые отмечают, что это отличный ход для привлечения новых избирателей. Но возможно микроблок ведет не сам президент, а его помощники. Добавлю, что Владимир Путин не имеет личного аккаунта, а вот премьер-министр Дмитрий Медведев ведет его уже давно и достаточно успешно. Прекратить противоправные действия именно с таким обращением выступил Роскомнадзор к нескольким социальным сетям, в частности Google, Facebook и Twitter. Он потребовал от них не нарушать и российское законодательство, сообщает газета «Известия». При этом издание не уточняет, какие именно страницы вызвали недовольство в контролирующем органе. Компаниям даже пригрозили штрафами и блокировкой страниц, если требования не будут исполнены в ближайшее время. Напомню, что первоначальный штраф за это нарушение составляет 300 тысяч рублей, за повторное уже 500. Пользователи многих социальных сетей с негативом восприняли эту новость и отметили, что в сети должно быть больше свободы для самовыражения. И о погоде в Красноярске. Прогноз погоды в нашем городе представляет магазин «Линолеум» на Гладково 6, дробь 1 и Северный 10. Большой ассортимент, хорошие цены, выезд на замеры, доставка, укладка. Итак, на завтра синоптики обещают без осадков ветер до 2 метров в секунду. Утром температура около 13 градусов, днем до плюс 23, ну а ночью до плюс 17 градусов тепла. Что касается предварительного прогноза, то в пятницу в Красноярске до плюс 22 градусов, но к воскресенью похолодает до 18 и снова пойдут дожди. Ну а далее небольшой блок полезной информации. Это были ночные новости ТВК. Спасибо, что эти полчаса провели вместе с нами. Всего доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова